Здравствуйте еще раз. В продолжение этой темы хотелось сказать, что 8 августа, когда ребята были без воды и еды, суд, огласив решение суда о продлении срока содержания под стражей, в остальные четверых, Мустафаев, Салиев и остальные, не огласил, оказывается, частного постановления суда о том, что суд усмотрел эти нарушения и не выдал данного решения суда, о чем мы узнали только 25 октября, хотя в жалобах мы об этом указывали. То есть защита отреагировала на это, но суд почему-то не огласил и не выдал этот документ. Ну и в отношении, наверное, закрытых судебных заседаний, которые по 2-му Сиферопольскому делу, по Верховному суде, которые рассматриваются, они, видно, проходят в закрытом судебном заседании, ну и также апелляции в закрытом судебном заседании. Защита всегда неоднократно ставит вопрос о необоснованности этих закрытых судебных заседаний, которые, наверное, уже набили оскомину всем. В Киевский районный суд 1, 2, 3 продления рассматривают в открытом судебном заседании. Люди приходят, никто никому не угрожает, порядок не нарушается, а Верховный суд почему-то огораживается такой незаконной и формальной формулировкой. Якобы безопасность. Там безопасность может касаться только минимум, ну, трех человек. Это судья первая фигура, вторая фигура прокурор, ну, а третья фигура секретарь, ну, которому, я думаю, никто не будет угрожать. По остальным делам, все вы знаете, вот что, Ялтинское дело, Алиев и остальные подсудимые, пока решения по делу нет, но ожидаем приблизительно в ноябре месяце. Может быть, начало декабря будет рассмотрение в апелляционной инстанции, это в Северокавказском окружном военном суде. И причина пока не рассмотрения этого дела, возможно, это нахождение судьи в отпуске, председательствующего, которому надо необходимо подписать определенные документы и направить данное дело в коллегию в этом же суде. Вот уже совсем немного времени остается по Симферопольскому делу, Абдулаев, Тимур Абдулаев, Узиир и остальные ребята. Это 8 ноября будет рассмотрение соответствующих апелляционных жалоб и по срокам содержания подстражей, и по возврату дела прокурору, также в Северокавказском окружном военном суде. И в скором времени мы узнаем, или дело будет слушаться в суде первой инстанции, или же дело вернется прокурору Республики Крым для устранения тех недостатков, которые указал суд в определении, в своем, то есть, вернее, постановлении. Так, ну и последнее дело, это Бокчисарайское дело, Маметов, Мамутов, Абитаров, Абсиитов. Нам немножко удалось переломить на решение суда, когда суд назначил судебные заседания, 6 судебных заседаний рабочих, из них 4 дня выходных, так называемых, чтобы защитники не находились 10-11 дней в Ростове, ну, практически 1 треть месяца. И поэтому будет работа у нас 6, 9, 13, 14 ноября в Северокавказском, то есть, в Крымском гарнизонном военном суде по видеоконференц-связи и остальные три даты, 26, 27, 28 ноября, это мы будем уже работать непосредственно в Ростове-на-Домо. Дело практически близится к завершению, защита предоставляет доказательства, будут попрашиваться свидетели 6 и 9, те, которые заявились, если будут новые, то придут возможности есть. Оглашение о заключении специалиста, допрос специалиста со стороны защиты, ну и дальнейшие заявления и ходатайства, которые защита уже предварительно согласовала между собой.